Здравствуйте! Это новости на седьмом канале. Меня зовут Альфия Еремеева. И вот о чем расскажем в ближайшие полчаса. Перешагнули за две сотни в Красноярском крае десятки новых случаев заболевания коронавирусом. Кто болеет чаще, мужчины или женщины? Покупателям антисептики и продавцам защитный экран. Соблюдают ли красноярские предприниматели новые правила и как их будут наказывать за нарушения? В Красноярский край все-таки привезут благодатный огонь. Но даже в эту традицию внесет изменения коронавирус. Какие именно? 10 пациентов с диагнозом коронавирус находятся на искусственной вентиляции легких. Только за сегодня в крае выявили 60 новых случаев заболевания. Теперь в регионе 202 пациента с диагнозом COVID-19. Кроме Красноярска это Дивногорск, Сосновоборск, Енисейск. Сейчас к ним добавился Ачинск и Минусинск. Всего в списке 29 муниципальных образований. Новых случаев выздоровления нет. Между тем, по наблюдениям врачей, продолжают находиться около 5000 жителей региона. За сутки их стало больше почти на 800 человек. По данным Роспотребнадзора, чаще всего болеют женщины. Это больше 60% пациентов. А если говорить о статистике по России, то за сутки выявили около 3500 пациентов с диагнозом коронавирус. Первая тройка в списке это Москва и Московская область и Санкт-Петербург. Красноярский край занимает девятую строчку. За прошедшие сутки от болезни скончалось еще 34 человека. Общее число жертв коронавируса в России – 232 жителя страны. У подавляющего большинства тех, кто попал в свежую статистику по коронавирусу, а это 46 человек, заболевание протекает бессимптомно. Об этом заявил сегодня глава Краевого Роспотребнадзора. Дмитрий Горяев подробно рассказал о тех, кому поставили диагноз COVID-19. На сегодня, напомню, это 202 жителя края. Как выяснилось, только 10% из них подхватили вирус за границей или в столице. Остальные заразились уже здесь, во время общения с носителями COVID-19. Причем почти половина узнала о своей болезни только по результатам теста. То есть симптомов болезни не было. И люди продолжали вести активный образ жизни, ходить в гости и общаться со знакомыми. В случае выявления любого больного из всех 202 больных, про которые мы знаем, в каждом случае проводится эпидемиологическое расследование. Выясняются подробности, с кем он общался, с кем разговаривал. Как правило, все домашние всегда являются контактными в данном случае. К соседям уже пришел, заходил в магазин, пообщался с продавцом. Продавец тоже уже контактный. И в этом плане по каждому из нас, вернее по каждому из таких контактных, мы проводим соответствующую работу. Эпидемиологический анамнез узнаем и каждого обследуем. Тем временем Вачинский сейчас строит инфекционный модуль для больных коронавирусом. Работы начали пару недель назад, а завершить планируют в июле этого года. Пока больница рассчитана на 30 коек, но в случае необходимости медучреждение сможет принять в 2-3 раза больше пациентов. О необходимости такой больницы заявил губернатор края Александр Ус. Эксперты уверяют, в здании высокий уровень безопасности. Его оборудуют современными биобоксами для зараженных, и медики смогут проводить все манипуляции с пациентами, не заходя в палаты. Так что тем, кто находится в соседних зданиях, детской больнице и доме ребенка, волноваться не о чем. Но после того, как история с пандемией коронавируса останется в прошлом, корпус перепрофилирует под детское инфекционное отделение. Эти койки нам нужны сейчас. И опять же, мы не знаем, мы не можем прогнозировать, как коронавирусная инфекция будет протекать плавно сейчас, не сейчас. Уйдет ли она у нас на долгий период времени, на осень, будет ли вторая или третья волна. Поэтому это сегодня здание, оно на самом деле перспективное и с точки зрения коронавирусной инфекции, и с точки зрения вообще для жителей города Ачинска. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома с семеркой. Сейчас это важно. Глава государства пообещал российскому бизнесу новые меры поддержки. Накануне перед совещанием с правительством Владимир Путин обратился к населению и перечислил основные пункты, которые помогут минимизировать экономические потери. Так президент отметил, что некоторые принятые ранее меры работают неэффективно. Например, банки неохотно дают беспроцентные кредиты предпринимателям на выплату зарплат. Поэтому 75% таких кредитов должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Также глава государства предложил доработать список системообразующих предприятий, которым оказывают помощь. Предоставить им льготные кредиты, субсидированные государством. А авиакомпаниям оказать экстренную поддержку в размере 23 миллиардов рублей. Еще 200 миллиардов государство выделит регионам, чтобы покрыть главные нужды и обеспечить выплату пособий и зарплат бюджетникам. Собственникам бизнеса Владимир Путин пообещал безвозмездные выплаты, но при условии, что претенденты сохранят 90% своих сотрудников. Заявки начнут принимать с 1 мая. Первые деньги предприятия получат 18 числа. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреле текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. И сегодня мы запустили опрос на эту тему в нашей группе во Вконтакте. Мы спрашивали, как изменился ваш доход после введения режима самоизоляции. Итак, лидирует ответ «Ничего не изменилось». За него проголосовало больше 30% опрошенных. Следом с небольшим отрывом вариант «Я лишился работы». Незначительно упал доход только у 20% пользователей соцсетей. И вот что пишут красноярцы в комментариях. Получил статус безработного, до этого год не мог найти работу. Возраст 50 лет никто не берет. Сейчас первый раз за год хоть какие-то деньги получу по пособию, поэтому я лично доволен. Также наши подписчики сообщают, что они работают, как и прежде, так что на их достаток режим самоизоляции никак не повлиял. Участвуйте в наших опросах в социальных сетях. Самый лучший комментарий мы обязательно засчитаем в эфире. И, кстати, в Ленинском районе сегодня прошли рейды административных комиссий. Специалисты проверяли, соблюдают ли в торговых точках новые санитарные правила, чтобы обезопасить горожан. Накануне губернатор края на оперативном штабе как раз говорила об ужесточении мер в отношении владельцев магазинов, которые не соблюдают правила. Сколько нарушений нашли сегодня в сюжете Дениса Козлова. Пришли проверить наличие проведенных мероприятий, превентивные меры. Торговые сети, бакалеи и булочные теперь вместе со всей страной учатся жить в новой реальности. Как выполняют профилактические меры против COVID-19 управляющие и персонал магазинов, теперь инспектирует небольшой отряд комиссия. Сегодня их трое – полицейский и два сотрудника администрации. Превентивных предписаний немало. Обязательно, чтобы присутствовали антисептики при входной зоне, наличие перчаток. Обязательная обработка каждый час-два часа поверхности. То есть это если корзины для продуктов, либо тележки, то есть именно ручки обрабатывались. Обязательно наличие защитного экрана при входной, ну вот где касса находится. Еще одно требование уже властей города, чтобы каждого сотрудника записывали. У него обязаны периодически измерять температуру. Его данные и состояние должны заносить в специальный технический журнал. В супермаркете почти все в порядке, только градусник не электронный. Обещают исправить. Идем дальше. В продуктовой лавке все хорошо. Несмотря на неудобства, сотрудники понимают, меры предосторожности вынуждены. Приходится приходить раньше, обрабатываются поверхности, тратится время. Опять же, не совсем комфортно целый день проходить в перчатках и в маске. А скоро лето, станет еще комфортнее в кавычках. Все эти мероприятия затратны по времени. Но опять же, это все-таки здоровье жителей Ленинского района. Следом булочная. Есть недочет. В магазинах, в торговых точках, в объектах нужно пользоваться очками. Если нет защитного экрана. Вот защитного экрана у вас нет, и очков у вас уже нет. Это уже нарушение. Фиксируют. В администрации говорят, цель не наказать и назначить штраф, а предупредить и обезопасить и посетителей, и продавцов. Обычно дается время просто исправить недочет. С тех пор, как власти ввели проверки с 7 апреля, специалисты Ленинского района обошли уже 246 предприятий. Нашли трех нарушителей. Если сегодня стараются никого не штрафовать, то скоро с теми, кто игнорирует правила, начнут обходиться куда строже. На сегодняшний день штрафы низкие, а вот уже с 19 числа, точнее после 19 апреля, штрафы возрастут кратно. И для юридических лиц там будет сумма от 30 тысяч рублей. Для физических лиц от 1000 рублей. Рейды проводятся у нас ежедневно. Как правило, 3-4 группы работают в районе. Это во всех точках нашего района. Но район большой, посетить все предприятия сразу невозможно. Поэтому сотрудники администрации просят, в том числе и горожан, проявить бдительность. Ну а пока коронавирус не побежден, сотрудники администрации продолжат проводить свои проверочные рейды. И они просят звонить и жаловаться на тех, кто санитарные правила нарушает. Номер телефона вы видите на экране 264-16-73. Либо можно писать на электронную почту lensobaka.atomkrsk.ru На этом все. Денис Козлов, Илья Сенкевич, Седьмой канал. Во время пандемии россияне стали реже искать постоянную работу. Аналитики портала Авито обработали поисковые запросы за март и выяснили. Теперь людей интересует не место с удобным графиком и соцпакетом, а работа, которая оплачивается каждый день. Количество таких запросов выросло на 15%. Чуть меньше желающих трудиться на дому – 10%. И столько же тех, кого интересует удаленка. Также аналитики отметили, что самой заманчивой в условиях коронавируса выглядит работа водителя. Спрос на нее хоть и снизился, но остается самым высоким среди соискателей. На втором месте желанных профессий электрики, далее грузчики, разнорабочие и сварщики. Замыкают топ-10 популярных запросов няни и курьеры. Мы вернемся сразу после рекламы и расскажем, как сегодня продезинфицировали вокзал в Красноярске. Не переключайтесь. Железнодорожный вокзал Красноярска продезинфицировали сегодня при помощи пожарных машин. Так серьезно подойти к делу требуют новые реалии, говорят железнодорожники. За помощью пришлось обращаться к МЧС. Спасатели обезопасили от инфекции не только здания, но и привокзальную площадь, пешеходный мост и перроны. Кроме пожарной машины использовали специалисты и автономные спецкомплексы. Раствор, который используют дезинфекторы, убивает вирус, но при этом безопасен для человека. Добавлю, Красноярская железная дорога регулярно проводит дезинфекцию вагонов. В планах у спасателей обработать еще и несколько вокзалов, также при помощи спецтехники. Мы уже обрабатывали, опять же говорю, общественные места. Это с массовым пребыванием людей, там где значительное скопление людей ежедневно. По обращению к нам, если будут поступать обращения, заявки от ведомств по оказанию содействия, конечно, мы будем оперативно реагировать и эту работу оказывать. В ближайшее время мы такую же работу проведем в западном направлении по обработке железнодорожных вокзалов Богато-Лачинск. И в восточном направлении это Заозерный и город Канск. Благодатный огонь привезут в Красноярск 19 апреля вечером. Поскольку все поездки за границу сейчас отменены, займется этой миссией специальная делегация, которая много лет подряд привозит святыню в Россию. Огонь доставят из Иерусалима в Москву, а уже оттуда в Красноярск, храм Рождества Христова. Оттуда, по традиции, огонь передавали во все храмы Красноярской епархии. Но в этом году, когда сообщение между городами ограничено, сделать этого не удастся. В том же положении и прихожане храмы закрыты до конца апреля, а значит, унести домой частицу почитаемой святыни не получится. И теперь к другим темам. Ответственный за отлов бездомных собак уволился из Красноярской мэрии. Напомню, Евгений Петрюк был главой управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. В феврале на него завели уголовное дело после гибели красноярцев из-за нападения бродячих животных. Сейчас уже бывший чиновник под домашним арестом. Исполняющим обязанности Петрюка стал его заместитель Сергей Печорин. О других новостях в двух словах расскажем далее. Попасть в Сосновоборск с федеральной трассы теперь нельзя. Там появились бетонные блоки. Автомобилистов отправляют во въезд через Путинский мост и Березовку. Первоповоротные съезды с автодороги Р-255 перекрыли в районе развязки Красноярск-Железногорск. Сезон летних работ официально начался у дорожно-коммунальных служб Красноярска. Хотя по факту он стартовал еще в середине марта из-за теплой погоды. Сейчас всю технику уже расконсервировали и переоборудовали для новых условий. Впрочем, несколько комбинированных дорожных машин оставили в резерве на случай снегопада. Фонтаны в Красноярске заработают к 9 мая. Сейчас бригады убирают укрывные конструкции и все, что осталось от зимней эллиминации. Затем приступят к прочистке дробопроводов. Чуть позже рабочие снова установят электрическое и насосное оборудование, почистят чаши и заполнят их водой. Пробный запуск состоится незадолго до Дня Победы. Итоги конкурса на лучшую концепцию развития театральной площади подвели в Красноярске. Были предложения перенести фонтан реки Сибири на террасы Левобережной набережной. А новый корпус краеведческого музея разместить на противоположной от коммунального моста стороне. Все конкурсанты сошлись во мнении, что площади нужна пешеходная связь с Левобережной набережной, а также необходимо больше парковок. Безопасные износостойки и даже кнопки внутри со шрифтом Брайля для слабовидящих. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев сегодня лично участвовал в приемке новых лифтов на правом берегу. Их меняют в рамках трехлетнего плана по капремонту. Светлана Овсянникова узнавала, успевают ли подрядчики в срок. Новый лифт в подъезде Владимира заработал накануне вечером. Кабину поменяли впервые за 34 года. Вдобавок на каждом этаже специалисты расширили проем. Говорит, сработали на все 100. Они молодцы, они за собой мусор сразу, все сгребали, все увозили, все не бросали. То есть, смысла такого не было. Там с венечком идут, подметают. Прямо удивительно. Где взяли таких работников? Так хочется спросить. В приемке новых лифтов на правобережье сегодня участвовал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Края Евгений Афанасьев. В трехлетнем плане на капремонт, по его словам, упор сделали на безопасность. В разных многоэтажках по всему региону заменят больше тысячи лифтов. До 22-го года в программу попали три сотни домов. Женщины не сильно беспокоят? Да нет. Стуками, сверлением. Ну, все терпят. Это же для нас. Сегодня в Крае устанавливают 531 лифт. Скоро привезут еще 110. Существенный объем привозит Щербинский лифтостроительный завод. Как посчитали специалисты, в регион уже завезли 70% оборудования на ближайшую трехлетку. Некоторые территории, например, Север, уже укомплектованы. Лифты по Северному морскому пути туда доставили в полном объеме. Еще один поставщик подъемников – Красноярский. Он взял на себя 84 лифта. Больше 60 из них сегодня монтируют в домах Минусинска, Каннска, Зеленогорска и Кодинска. Пока рассказывает министр, даже несмотря на пандемию коронавируса, программу выполняют с опережением графика. Был небольшой сбой по поставкам, но ситуация выровнялась. Помогает и то, что торги проводили заранее, еще в 2019-м, чтобы подрядчики не срывали сроки. Фондом набраны очень хорошие темпы производства работы. И нам это говорит о том, что есть все шансы заменить и выполнить программу с опережением графиков, которые на сегодняшний день существуют. Пока все идет, кстати говоря, с опережением этих графиков. Когда создан так называемый строительный задел, когда торги проведены, мы выполняем программу 2020-2022 года, а торги проводили еще в 2019-м году. Это как раз позволило нам такими опережающими темпами выполнять работу. Доволен новым лифтом и Владимир Кривохижин, председатель дома на машиностроительной «Девять», рассказывает. Старая кабина гремела и тарахтела, а то, чтобы ее заменить, у подрядчика ушло 45 дней. Монтажники часто работали почти без выходных. Тест-драйв новой кабины Владимира Ильича впечатлил. Автоматически на каждом этаже нажимаешь кнопочку, они останавливаются на каждом этаже. И берут попутчика с собой вверх или вниз. Ну и сам современный лифт, он современный, красивый, там зеркало стоит. Значит, приятно в нем ехать. Как рассказывают специалисты, в домах, где исторический лифт ходил со второго или даже третьего этажа, новые, если есть такая возможность, запускают с первого. Каждая кабина безопасная, прочная и с достойным дизайном. Внутри светодиодные светильники и даже кнопки со шрифтом Брайля. Светлана Овсянникова, Валерий Чащин, новости. Качество красноярского асфальта начала исследовать мобильная лаборатория Российского дорожного научно-исследовательского института. Этот центр создали в 60-х для контроля за ремонтом и содержанием дорог в стране. А в 2019-м модернизировали, чтобы эффективнее реализовывать проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Исследовать дорожное покрытие будут по двум направлениям. Первое касается нормативов, а точнее тому, насколько улицы им соответствуют. Второе направление – новые технологии. Оправдывают они ожидания и потраченные на них деньги или нет? Лаборатория проедет с проверкой по Лесопарковой, Ленина, Мира, Маркса, Керенского и Свердловской. В планах также Глинки и Мичурина. Всего в маршруте 114 километров городских дорог. После Красноярска у нас именно субъект, Красноярский край, то есть это региональные автомобильные дороги. Далее будем двигаться уже на юг, в республиках Акасия, ну и потом уже на восток. Как финансовые компании работают во время режима самоизоляции? Об этом сразу после рекламы. Оставайтесь на седьмом канале. Финансовые компании начали работать в дистанционном режиме. Это необходимо для безопасности клиентов. Например, КПК-совет ввели обслуживание клиентов с выездом на дом. Сотрудник сам доставит пакет документов для оформления нового договора или пополнения текущего. Дежурные офисы компании, где, кстати, есть все средства санитарной защиты, работают теперь по сокращенному графику. С 10 утра и до 2 часов дня. Все вопросы можно уточнить по телефону горячей линии. Всех наших клиентов мы можем записать на индивидуальное время в офис компании, где будет только финансовый консультант и наш пайщик. Компания «Совет» не останавливает свои социальные проекты. Первое – это выдача продуктовой корзины с товарами первой необходимости. А также оказываем бесплатную юридическую помощь по любым гражданско-правовым вопросам. Режим самоизоляции отразился и на работе образовательных учреждений. Как именно, сегодня проверил губернатор Красноярского края Александр Ус. Он посетил СФУ и проверил, как организовано дистанционное обучение в университете. Подробности в сюжете далее. Вы нормативные документы, благодаря документам, я объяснил. Андрей, спасибо за комментарий. Примерно так сейчас проходят лекции и семинары в СФУ. Более 23 тысяч студентов находятся на дистанционном обучении. Техника пользоваться всеми ресурсами университета позволяет, говорят специалисты вуза. Посмотреть, как устроен процесс, пришел и губернатор края. По словам преподавателей, процесс идет хорошо. Я думаю, сколько сейчас студенты находятся в сети, занимаясь непосредственно не обучением, а социальным общением, наверное, то здесь они несколько, наверное, переформатировали свое свободное время с социального общения на обучение. Но другим учебным заведениям тоже нужно осваивать дистанционку. Так большинство школ края организовали учебный процесс на базе популярных образовательных платформ учи.ру, я-класс или Яндекс.Учебник. Ряд техникумов предложил своим студентам самостоятельно изучать новый материал, а сложные вопросы и практическую часть разбирать с преподавателем в формате вебинаров. Другие используют специализированные цифровые образовательные ресурсы международного образца. Но, по мнению главы региона, есть куда стремиться. Любой вызов, он, естественно, мобилизует людей и позволяет им, преодолевая вот эти трудности, на самом деле совершать некие рывки, в том числе применительно к информационным технологиям. Это то, чем мы давно занимались. Мы теперь точно после этого будем другими. Она абсолютно правильная. Другими и с точки зрения возможности обучения, своей квалификации, ментальности, в том числе доверия к информационным технологиям, как и неотъемлемый элемент нашей современной жизни. В целом в крайне дистанционном обучении находятся более 75 тысяч студентов вузов, более 50 тысяч учащихся профобразования, более 340 тысяч школьников. Все они могут пользоваться последними наработками в сфере дистанционного образования. У нас, в общем-то, даже есть платформа, которая представляет онлайн-курсы и адресована самому широкому кругу, не только высшим учреждениям образования, но и среднему специальному, то есть техникум. Школам мы предложили свой контакт. У нас достаточно, мне кажется, хорошая подборка баз данных, которые библиотека наша аккумулирует. Преподаватели мы учащимся, у которых нет дома компьютера, на период образовательного процесса школами предоставляется необходимая техника. Например, так поступили школы в Ачинске и Лиссасибирске. В отдаленных территориях, где нет ни телефонной связи, ни интернета, организована бесконтактная передача заданий. Учебные материалы рассылаются через специальные ящики, размещенные в школах, или доставляются непосредственно на дом ученикам. Денис Козлов, Семой канал. И теперь информация о погоде. В пятницу, 17 апреля, в Красноярске облачно пойдет дождь, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ночью 2 градуса тепла, днем до плюс 10. И к этой минуте у нас все сообщения. Напоминаю, в апреле новости 7 канала выходят в эфир каждые 2 часа, начиная с 11.00. Завтра мои коллеги продолжат рассказывать вам о самых важных событиях в Красноярске и не только. Я же на этом с вами прощаюсь. В студии для вас работала Альфия Еремеева. Берегите себя и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова